Мы будем в этом видео подбирать а-ля тачку С инстаграма, ну, миллион, полтора, два А это, это оригинал? Нет, вообще все кроссовки это пальцы А ты знаешь, откуда эта машина? Из форсажа У тебя есть гель какой-то Откуда он у тебя? Мне пальцы подарили Ничего себе! Они надули и меня, и вас Что, пойдем туда, я готова разносить, потому что у вас судя должно свершиться У него зад мега крутой Что? На ней ездила сама Донателла Версач Алла, сейчас мы будем снимать с Аллой Брулетовой Вот с этой красоткой Привет! Как твои дела? Какой крутяк! У меня тоже все прекрасно А с учетом того, что Алла меня попросила выполнить одно важное задание Мы будем в этом видео подбирать Алле-тачку И сегодняшний подбор тачек мы начинаем с бейксерфа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Походу будет синяк Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребята, это не запланированная съемка Я рассказываю вам историю, которая произошла со мной Со моей сестрой и по совместительству менеджером И это полный, полный кринж Пять дней назад ко мне в рекламный аккаунт поступило сообщение В котором говорилось, что нам нужна реклама Магазина оригинальных кроссовок Nike, Adidas и других популярных брендов Моя рекламная политика не позволяет мне рекламировать паль Поэтому я работаю только с магазинами, которые продают оригинал Поэтому мы, удостоверившись, что этот магазин продает оригинал Вступили с ними в переписку По итогу я выполнила свои обязательства Отрекламировала магазин И подписчики пришли, чтобы увидеть меня и поговорить и так далее Я решила купить себе кроссовки И Мишель тоже решила купить себе кроссовки Мне понравились кроссы Я их надела, померила, все было супер Мишель тоже Мы уезжаем как бы в кафе И у нас закрадывается мысль, что что-то они не очень похожи на оригинал Начинаем находить оригинальные фотки Смотреть там на разных сайтах, где точно продаются оригинальные кроссы И понимаем, что, блин, кажется, нас пали Ремарка У меня на экстусе Мишель купила себе Air Jordan И мы кидаем фотки наших купленных кроссовок Эксперту, который разбирается в такого типа кроссовок Он говорит, что это пали, ребят И вам срочно нужно избавляться от этих кросс Возвратите их туда, где вы их купили И я понимаю, что не только меня обманули мою сестру и молодого человека Мишель Но еще и моих подписчиков, которым я сказала, что, ребят, вот это классный магаз Магаз моего приятеля И более того, я видела, как этот парень волнуется, владелец магазина на открытии Потому что это, скорее всего, первая его точка И я делаю ему вместо двух историй пять историй Где говорю, что, ребята, давайте подтягивайтесь, здесь будет классно То есть я максимально агитирую свою аудиторию прийти на эту точку Более того, я провожу фотосессию маленькую для их инстаграма С их кроссовками, чтобы у них был материал, который они могли выложить И тем самым повысить и лояльность, и доверие подписчиков моих к ним То есть я помогла им выстроить какое-то первоначальное доверие аудитории к их магазину И для меня это была работа на все сто процентов Я выложилась по максимуму И когда я поняла, что меня обманули, меня буял и страх, и горечь И я дико расстроилась И у меня просто как будто взрыв в головном отсеке головы произошел И кто-то кинул в меня коктейль молотова Вот у меня были такие эмоции Сейчас следующий день после открытия магаза И мы придумали следующий план Мой оператор Коля идет покупать такие же паленые кроссовки, как у меня Чтобы понять, что это стопроцентная пали И поговорить с владельцем магазина, вывести его на чистую воду Вот видос Ну прикольно, выглядит прям как настоящий А как определить вообще есть? Настоящий или не настоящий? Ну да, могут меня как-то вообще исполнить, что они не настоящие? Вот так, что-то, наверное, нет Нет, ну у меня как бы друзья шарят Ну допустим, если я там где-нибудь дома как-нибудь разденусь То есть по каким-то признакам А, нет, там можно стенку поднять, смотреть ее Ну а давай, чтобы я понимал вообще, ну то есть вот, предположим, на этом кроссовке То есть как определить? В университете тут нету знаков, как ты видишь И вот так ты определишь, что это не оригинал А, типа, ну по остальным всем параметрам они как бы Ну да, типа с виду они вообще как оригинальные Я бы, наверное, не отличил А, ну вот тут что-то резинка чуть-чуть видно, что Ну это уже такие мелочи Ну да, плохо вырезаются Так, а какая на них цена? 1,5.7 Это со скидкой, да, получается, которая? Нет, еще будет скидка 10% Это 1,109 рублей А что, а как у вас это самое открытие прошло? Вы же вчера, да, только открыли? Да, вчера открытие было, ну так поснимали, отдохнули, пару-пару продали Ну не две, там 6 парам продали А это оригинал? Нет, это реплика А у вас все реплики, получается? В магазине представлены основу реплики, кроме порсов А просто вроде я у блондинки видел, что там оригинал Ну да, мы можем привезти оригиналы Просто мы выставляем именно сюда реплику, чтобы человек померил, подобрал все размеры Мы будем привезем нам оригинал Слушай, ну я понял, это самое Я тогда сейчас в тачку схожу за деньгами и подойду, окей Хорошо, где упаковать? Да, давай упакуем Хорошо Сейчас готов Ну, там все паль У меня? Нет, вообще все кроссовки это паль Он сам сказал Он тебе сказал, что это оригинал? Они зашли ко мне в профиль со словом оригинальные кроссовки Jordan, Izzy, Nike, Adidas Все оригинальное Иначе бы мы их не брали на рекламу, мы не берем паль на рекламу Но мне он сказал, что все, что представлено в шоуруме, это паль И они привозят на заказ из Америки, могут привезти оригинал Я сказал, что я вышел за деньгами, типа сейчас подойду Просто не понимаешь, что они мне продали паль на открытии магазина, в который я вложилась с душой За какую цену? За 18 тысяч рублей Мне он сейчас предложил их за 10 с копейками Так у меня еще есть наценка Потому что я блогер Потому что я им сделала 5 историй вместо 2 Просто нас... Они надули и меня, и вас, и мою сестру, и ее парня, который решил сделать подарки на день рождения Я не хочу устраивать истерику, но по-другому этих людей я никак вручить не могу Че, пойдем туда, я готова разносить, потому что это просто правосудие должно свершиться Объясни, пожалуйста, что это такое? В смысле? А Настя, вы мне говорили, что тут реприко? Никто нам не сказал Ну, я говорил Насте сказать Прямо сразу говорили, что... Она твой сотрудник Она не мой сотрудник Она твой сотрудник, если она действовала от лица вашего магазина Ага У тебя сейчас прекрасная возможность, как вы хотели на всю мою аудиторию заявить о себе Объяснитесь Ну, мы хотели сказать Я вот сразу позиционировался в магазин как реприко Где это было написано? Ну, я сразу всем говорил еще вчера, типа у нас здесь представленная реприко, плюс у нас есть оригинал Кому ты говорил? Покажи, пожалуйста, сообщение, Мишель У вас сообщение Чего она написала? Первое Новых оригинальных кроссовок Второе Подскажите, кроссовки оригинальные? Да Давайте вернувать деньги Я не знал, что она так говорит Честно Потому что я заявлял вчера Вот два человека здесь были, девочки и мальчик Я говорил, что здесь представлена реплика Ну, два человека, это не все А во-вторых, если я... Ну, подожди, ты же понимаешь, что я блогер все-таки с аудиторией Я не могу рекламировать реплику, это сильно навредило и моей репутацией, и очень много подписчиков посмотрело эту историю с вами 130 человек посмотрело, минимум Я просто думал, что у вас... Ну, я просто, правда говорил, что... Я, во-первых, не спрашиваю, вы будете продавать реплику как оригинал? Потому что я обращался, типа, к ним Я говорю, нет, вы будете продавать реплику как оригинал, и оригинал как оригинал Вот, поэтому я... Окей, кто эта девушка, которая отвечала за контакт с моим менеджером? Кто она? Она вроде как маркетолога, но они мне его посоветовали Ну, в смысле, вроде как? Кто они? Ну, они мне просто посоветовали... Кто они? Тема Я не знаю, я не разбираюсь в труппуле вашего магазина, я не знаю, о ком ты говоришь Я просто знаю, что ко мне в пиар-аккаунт поступило сообщение, вот, о том, что нам нужно отритомнировать магазин с оригинальными кроссовками Только после этого мы ответили вам Окей, почему мои кроссовки стоили 18 тысяч? 17,699 Потому что оригинальные такие стоят дороже, вчера было открытие просто дороже, просто продавал все Мы написали, и такие же кроссовки ты готов был продать ему за 10 тысяч? Да, это правда Почему? Ну, вчера было открытие, я как-то дороже все продавал Наоборот, мне сказали, что на открытие будут дикие скидки 10-15% Ну, 10-15% Ты решил мне продать, потому что я блогер, дороже, чтобы я подумал, что это оригинал? Нет, я не хотел, чтобы я думал, что это оригинал Почему ты сказал мне? Свет у Дани, который... Длинноволосый? Да, длинноволосый Который тоже мне улыбался? Да Он рассказал вам цену, сказал, ну, вот, пробивай так Это же что-то такое, что в смысле, и так и продал Короче, вы видите сами Делай то, что считаешь нужным Да, просто я как бы сейчас, когда мне надо обращаться, пишу реплика Я считаю, что ты должен вернуть нам деньги И я больше здесь не появлюсь Я никому не буду рекомендовать ваш магазин Хорошо Чувак, не надо никогда подставлять своих клиентов И более тех людей, которые к тебе по-доброму относятся Которые выжимаются по максимуму ради тебя Да, в парнишру Большое извинение Пока До свидания Как вы видите, мы разобрались И кому-то может сейчас стать жалко этого парнишу Но просто поймите, что когда он и делал наценку на эти паленые кеды И продавал мне их И он все это знал Тем не менее, он все равно принял решение При выборе черного и белого выбрать черное И продать мне эти паленые кроссовки Так еще и в три, дорога, понимаете Что я могу сказать? Хочу принести извинения перед всеми моими подписчиками Что такая ситуация вообще произошла Если вы смотрите, вы покупали в этом магазине Вот так называются какие-то вещи Думая, что это оригинал Идите, возвращайте свои деньги Потому что это паль И я однозначно усилию проверку всех контрагентов Которые входят в мой рекламный аккаунт И запрашивают рекламу Ну, я решила взять небольшое интервью у Аллы Чтобы вы были в контексте ее жизни И вам было интереснее смотреть выбор тачек Так, мы накупались, наклебались воды И теперь я хочу представить вам Аллу Алла, расскажи, чем ты занимаешься, откуда ты И как ты вообще пришла к блогу с полутора миллионами подписчиков Всем привет, меня зовут Алла Я модель, блогер, артист Скоро выйдет мой первый трек Можно назвать себя уже, получается, певицей Даже так, надо пополнять эти ряды И актриса То есть у меня такой большой спектр Того снял ее? Да А откуда ты? Я из Иваново Это где? Это три часа от Москвы А когда ты приезжала из Иваново в Москву Из Иваново Из Иваново, да Из Иваново в Москву У тебя уже был какой-то блок, заработок? Нет, у меня с Инстаграма тогда не было никакого заработка Сколько у тебя было в Инстаграме подписчиков? Две тысячи Две тысячи подписчиков? Да, это было три с половиной, ну почти четыре года назад Смотри, я занималась спортом, получается, всю жизнь Я зарабатывала с тренировок Но это были такие маленькие деньги в Иваново Потом я начала... Тренировок? Ты тренировала детей? Да, я тренировала детей Ты серьезно? Да Вот, и еще параллельно я работала моделью Начинала я с Иваново Сначала в модельном агенте Сколько тебе платили за трениров? Три тысячи в месяц А, это абонемент? На тот момент это было очень много для меня Потому что у меня тогда вообще не было денег Это где-то 16-17 год Потом, когда я переехала в Москву Я зарабатывала только деньги со съемок Но это тоже были небольшие деньги Типа, ля, там, может быть, в неделю, тысячи, пятнадцать, двадцать Ну, для кого-то это, да, большие деньги Но для меня, как бы, ну, я понимала, что у меня квартира там стоит 60 тысяч в месяц туда-сюда И вот Просто все думают, что ты, там, дочка кого-то Или ты просто девушка кого-то И у тебя нет своих денег, там, свою заработку и так далее Ну, есть распространенное мнение, что красивая девушка не может сама зарабатывать Давай разуменчиваем этот миф На самом деле это не так Если девушка талантливая, если она умная, где-то хитрая Харизматичная Харизматичная, да То, конечно, она может сама заработать сколько угодно денег На самом деле, я даже больше скажу Есть такие девушки, которые просто не хотят Им комфортно сидеть, например, у кого-то на шее Но это не про меня, потому что я Например, у меня была такая возможность, сразу скажу Но я, как бы, отказалась Я говорю, нет, я хочу сама там развиваться, зарабатывать И мне это нравится И, наверное, с Инстаграма больше всего я зарабатывала год назад Когда было все окей В месяц сколько примерно ты выходила? С Инстаграма, ну, миллион, полтора, два Это доходило, ну, самое, наверное, большое Это я зарабатывала год назад, когда все было окей Но у меня тогда было намного меньше аудитории У меня где-то был миллион, даже меньше, наверное То есть 700-800 тысяч Когда ты получила свои первые большие деньги? Ну, вот год назад, получается, у меня был проект с американским брендом Fashion Nova И я с ним сотрудничала три месяца И вот они мне заплатили, получается, где-то 10 тысяч долларов за месяц То есть... За месяц, то есть суммарно 30 тысяч баксов? Ну, да Слушай, у тебя было такое, что ты понимала, что без денег ты себя чувствуешь беззащитной? То есть вот когда ты только приехала в Москву Или, может, у тебя какие-то моменты в жизни были, когда ты понимаешь, что, блин, как херово без денег? Да, у меня был такой момент, когда я еще не переехала в Москву, я была в Иваново Я поехала на сборы и заработала за все три месяца 16 или 15 тысяч рублей То есть это очень мало, но прикинь, 15 тысяч рублей за три месяца То есть ты там пашешь каждый день А по факту Мрот, только еще чуть больше мрота И поэтому я очень расстроилась И мне было очень некомфортно, что у меня, типа, все мои друзья из очень богатых семей То есть все состоятельные В Иваново было много кого из богата? Ну, мое окружение были достаточно обеспеченные, да А достаточно обеспеченные это по каким меркам? Ну, для Иваново они там могли, ну, позволить себе летать за границу пять раз в год, например, с родителями там У них там машины, например, какие-нибудь Range Rover на тот момент были Ну, как бы, был тысяча какой-нибудь, 12, 13, 14 год, это вообще, типа, топ Вот И, конечно, я себя чувствовала вообще не то, что беззащитной Я себя просто чувствовала, знаешь, такой Обделенный Ну, да, но у меня никогда не было зависти, никогда не думала, блин, почему вот, типа, у них все, у меня нет Я просто себе говорила, что вот я вырос, у меня все будет У меня тоже будет Range Rover У меня тоже будет гелик У меня другие буквы RR У моего парня Вот А сейчас мы переходим к тачкам У тебя есть гели, как я понимаю Розового цвета Да Откуда он у тебя? Мне парень подарил А как это произошло? Ты просто сказала ему, что ты хочешь? Нет Я вообще ему ничего не говорила И мы на тот момент с ним не встречались Мы только познакомились Ну, как мы были знакомы, мы не общались просто особо И я рассталась со своим парнем бывшим Вот И вообще хотела быть одна и ни с кем не встречаться У меня была машина, то есть, которую я купила сама Там просто Какой автомобиль? Порш Макан Мне Мой бывший парень Добавлял на эту машину Ну, как бы Там какую-то стоимость Вот А какую-то стоимость я сама копила Там откладывала Продала свою старую машину Самую первую Вот И так получилось, что у меня собрались Ну, собрались эти деньги Я купила Макан И мы с ним расстаемся Все, мы как бы Расстались Там, больше не общаемся Ничего Все И я говорю, я хочу побыть одна И как раз Новый год И мы полетели с подружкой СМИ Вот Ты ее знаешь На Майдзивы Ребята, прикиньте, тут есть радио И там, то есть, уже увиделись Вот первый раз, получается С этим парнем Он туда прилетел с друзьями Ради тебя В этот же отель, да Ради меня И он туда прилетел Вы там как-то начали общаться Мы начали общаться, да Но мы не встречались У нас ничего такого не было И получается Когда вернулись в Москву Он просто говорит Вот Спускайся на парковку Я говорю В смысле А я вообще После косметолога Чтоб ты понимала Типа А ты никаких ему намеков не давала? Я даже не думала Типа Я реально говорю Вообще Я даже не ожидала Что Я просто спускаюсь Это как сейчас помню Эти эмоции Типа Он такой говорит Спустись типа на парковку И закрывает мне глаза И такой Пойдем Я думаю, блин Почему на парковке Типа Странная фигня А у тебя только недавно Машина твоя Да У меня недавно Я на ней три месяца езжу Представляете? И мне все нравится Я вообще не хочу Я так любила своего Макантика Просто Ты не представляешь Он сейчас у тебя есть Красный GTS Нет, я его продала Вот Ну нафиг мне две машины Типа Тем более если бы Ну если я хочу две машины То это должна быть какая-то Одна например Гелик А другая Продала, чтобы купить то, что мы будем смотреть сегодня Да А другая Какая-то, знаешь, спортивная Какая-нибудь Маленькая Не знаю В общем, просто Макан Я считаю, что это вообще другой уровень Это уровень, да Другой уровень Ты переросла его уже считай Да Он закрывает все глаза, ты спускаешься Да Я спускаюсь И я такая типа Он такой Все, поворачивайся Я такая поворачиваюсь И гелик с бантиком большого Я просто такая Что? Я такая смотрю на него и говорю, ты что? Я думала, честно, он купил себе, ну, просто, решил посмотреть мою реакцию, чтобы ты понимала, у нас, вообще, мы, типа, мы не встречались тогда, мы, то есть, только прилетели, я жила в своей квартире, он жил вообще в отеле, потому что он не из России, да, и, типа, он просто мне это дарит, а я на Мальдивах вообще максимально обычно вела, типа, ничего, я даже не хотела отношений, не хотела встречаться, и, типа, я не ожидала, на самом деле, и для меня это было прям такой поступок, он хотел таким образом доказать свои серьезные намерения ко мне, потому что я не верила из-за того, что, ну, много мужчин, которые, как бы, хотят девушку заполучить просто так, знаешь, там, ну, типа, вот она только вышла с отношений, там, сейчас я ей, там, ей голову вскружу, ну, типа, он сразу там прилетел, типа, все такое, для меня было это странно, потому что я понимала, что я только рассталась, но я не готова, а он, типа, как бы, ко мне подкатывает, хотя я ему 10 раз сказала, что я не хочу, например, отношения. И после того, как он тебе подарил гелик, вы сразу начали встречаться? Нет, не сразу. Он мне подарил гелик, я в это вообще не верила, я два дня его никуда не выставляла, и как бы я даже фотки не сделала, знаешь, как все девочки сразу его фоткают, я не сделала ни фотки, ничего, типа, я просто пошла домой, типа, и утром села в свой Макан и поехала по своим делам. Ты не осознавала, что у тебя есть гелик? Да, и через два дня... А он тебе документы на него показали? Все, он на меня все, я его полностью оформил сразу же, он мне документы дал, все дал, на нее тогда еще номеров не было, да. Вот, и он мне говорит, ну там, из кожи там сделай фотки, ты на сиденье, я говорю, а, ну ладно, я что-то спускаюсь, короче, я пошла там, накрасилась, собралась, отделась, позвала подругу, говорю, короче, мне тут гелик подарили, я никому не сказала, говорю, только близкой подруге лучше, говорю, мне тут гелик подарили, типа, можешь меня пофоткать, но я просто еще не понимаю, типа, это мой или нет, и я, короче, у него все раз сажусь... Шоковое состояние было. Да, я у него сажусь такая, открываю документы, смотрю, брулетово, ау, я охуела просто, я такая, ничего себе, типа... Это реальная история из разряда сказки? Это реально, честно, я в это не могла поверить долгое время, что вообще такие мужчины есть, которые вот так вот, ну просто, вот берут и делают, знаешь, вообще, ну пиздя, там, ничего не придумывают, не льют тебе два года в уши, что ты мне сначала роди, а потом я тебе там куплю что-то, или там, ну или там девушка должна выпрашивать, там, не знаю, умолять, чтобы тебе что-то купили. Походу, ты в этом плане на опыте. Да нет, просто я никогда, типа, на самом деле... Ну смотри, мне кажется, моим парнем было бы интересно, как бы ты отреагировала, если бы он тебе подарил что-то другое, то есть не подарок в каком-то материальной, который имеет сильную материальную ценность, а именно если бы это было что-то иное, то есть того, что ты не ожидала. Ну, например, то, что было бы нужно твоей маме, там, или семье, или еще что-то. Ну, если бы он подарил что-то моей маме и моей семье, я была бы еще больше, наверное, счастлива, потому что я все делаю для своей семьи максимально, что только можно. Там, квартиру он подарила, то есть... Ты квартиру подарила? Да, в Иваново, еще два года назад, и то есть у меня, как бы, ну, нет такого, что наоборот, если бы он что-то сделал для моей семьи, я бы это тоже оценила в таком же, как бы, получается. Ключе? Да, как ключе, как и с кирком. Прикольно. И сейчас, как я понимаю, ты ищешь тачку, чтобы гонять на ней какой-то уже спорткар, ну, другого класса машину. Да, мы как раз-таки с моим парнем что-то сидели, и такие, было бы прикольно, если бы у нас, ну, была хотя бы одна такая тачка, потому что лето, типа, жарко, хочется иногда, там, выехать куда-нибудь, знаешь, ну, на ней погонять где-то, да. А тут, получается, у меня гелик, у него роз, и, типа, да, это все круто, но иногда ты хочешь, там, что-то еще, например, ну, не знаю, что-то быстрое, что-то мелькающее меж рядов, там, вот это посуетить, навести суету, там, все вот это. Так что у нас сейчас, получается, что на выборе стоит кабриолет, тарга, что-нибудь быстрое, может быть, просто спорткар, даже без кабриолетности своей, и эпатажное, ну, примерно такие параметры. Да, да. Ну что, поедем тогда выбирать? Поехали. По-моему, нам сюда. Будет смешно, если это не та квартира. Hello! Ты какая-то красивая. У меня дома не было три дня, и у меня там, по-моему, это потухло. Ну, мы не будем показывать то, что не надо показывать. Офигеть, тут вид классный. И сколько ты здесь живешь уже? Где-то год. Я знаю, что Москва-Сити, офигеть, как дорого стоят квартиры. Сколько эта квартира стоит? Все почему-то это спрашивают, 360 в месяц, и парковка 80 тысяч за день. 80 тысяч за парковку? Чисто, чтобы машину поставить на ночь. 80 тысяч за парковку, это окей? Я просто не могу понять. Я там платила за парковку максимум 1015 или 20. Так, тут у меня завтрак был такого характера. А что ты съешь на завтрак? Гранола с отрубями овсяными. Выглядит не очень, я так скажу. Давай. Ну как? Отвратите. Офигеть! Ты что, реально, что ли? Офигеть, какой розовый комп. Это просто какая-то ядерная установка здесь. Похоже, что я стример начинающий. Или айтишник. Блин, такие милые мужи. Я такие. Я еще пока ничего не установила, здесь хреновый интернет. Но скоро я буду стримить. А вон ламба стоит, фиолетовая. Кстати, я чуть на нее даже внимания никогда не обращала. Тут просто столько тачек. В принципе, Калинан, ламба, что еще? Гелик. Новый мульсан тоже здесь стоит. И розовый гелик, да. Я же недавно в сериале снималась. Да, а что за сериал, кстати? И Ванько на ТНТ, знаешь? Ну, кто не смотрит телик, кто-то не знает. Я тоже, я сейчас не знала. Но он популярный. Ничего себе! Алла дает тапку в пол на самом розовом гелике. Сейчас Алла мне включит свой трек, который она записала. Самый первый. Самый первый свой трек, да. Я сейчас буду слушать и выдавать эмоции. И мы не будем вставлять, скорее всего, саму песню, потому что Алла ее не выпустит в момент, когда мы будем выпускать этот видос. Поэтому заглушим, но вы трек услышите через где-то полторы недели сами. На всех площадках там. Ядекс, музыка. Ну, все, все как нужно, короче. Снега сняжная, жизнь обчажная. Я не постыжусь. Это *** прям. Это очень хорошо для первой песни. И она качает. То есть ее хочется повторять. Слышишь, Гель? А. Я думаю, она только санкоса на фей. Да. Кость не ею. Примерно понимаешь, какие машины мы тебя не позволили? У тебя нет никаких ожиданий. Мы можем что-нибудь из старенького посмотреть, потому что я люблю, так сказать, реликет. Вот это ни хуйня. Ну, одну машинку сегодня посмотрим, которая, скажем так, имеет отношение к моде. Как бы как, знаешь, есть Гуччи, Прада, а есть еще другие. И как бы эта тачка, она от этого до ввода. Серьезно? Да. Просто смотри в мои красивые глаза с моими красивыми глазами. Оу, щит. Тебе, дождь, я не смотрю. Раз. Два. Три. Нет, вот сюда. Охренеть. Ну что? Охренеть. Имеется? Я такой первый раз в жизни вижу. Блин, ну салон какой бежевый. Салон бежевый, да. Какого она года, как ты думаешь? Ну, я думаю, пятнадцатый, шестнадцатый. Она, ну, она двенадцатого года, да. Не почти. А какой пробег у нее? Тресток. Блин, салон. Серьезно? Ну, Клюш такой подсападный есть, будто ему лет десять уже. Заботится? На кнопочку. А, не, вот, да, на старт-стоп. Блин, ну звучит она хорошо прям. Она из ощущально красного цвета, как Феррари и должна быть. Но ее поклеили в золотой. Блин, прикольная вообще. В ней V8, 450 лошадей. И, в принципе, это очень неплохой вариант. Да, но пленка вот эта, честно, золотистая, немного по-цыгански смотрится. Как будто у этого человека не было вкуса или стиля, не знаю, как это сказать. Было бы прикольнее, если бы она была или красная, или желтая. Все-таки вот ее стандартный цвет. Вот она лучше всего. Вот она вот такого цвета. Да, вот она лучше всего в таком цвете будет смотреться. А пленку можно снять, да? Да, конечно. И она не повредит никак ЛКП. Блин, просто ковры. Ты посмотри, как будто бы у какого-то барона в замке. А ты знаешь, что вот это такое? Это типа нейтралка какая-то? Ну, ее лучше не включать. Это опасная нейтралка. Там просто у тебя стабилизация, она вырубается. И машина может вот так вот... Смотри, какая музыка здесь. Молдаванка. Божья коробка. Я и говорю, у этого человека нет вкуса, ребят. А здесь у нас багажник не спереди, а сзади. То есть она передней моторной. Давай посмотрим, какой он по обвесительности. Все-таки пакеты суммы нужно куда-то класть. Мне дико интересно открыть капот, а вам багажник. А капот? Ну, здесь V8. И капот. Офигеть, у нее настолько красный. У нее двигатель цвет кузова. Это очень круто. Очень красивая подкапотка. Да. И смотрите, как они натерли ее прям. Смачно так, смачно натерли. Сколько понадобится времени двум лондинкам, чтобы закрыть крышу? Время пошло. Надо что-то долго нажать. А, либо на ключе. На ключе что-то можно нажать. Я думаю, на ключе, да. Это даже... Нет, это климат-контроль. Это не то. Открой, пожалуйста. Я не могу заинтересовать. Время приближается к минуте. А как открыть дверь? Ребят, я знаю. А, нет, вот. Все, все, все. Орут. Так, что, будем искать? Да, но мне кажется, мы не найдем. Она на ключе. Вот она! Ты бы не стала брать... Ну, вот если бы мне было лет 17, я бы жила в Иваново и вот никогда не видела машины. И такая, знаешь, чисто приезжая в Москву, такая смотрю... Вау, какая тачка классная! Это что, Феррари или как-то в клипе? Это Феррари? Нет, это Бенкли. Человек явно хотел удивить цветом кого-то, потому что цвет такой... То есть ты считаешь, что вот этот цвет, это вычурно, а розовый, а розовый не вычурно? Нет, розовый нет. Розовый это со стилем. Притом она у меня не просто же розовая, она у меня с черными вставками. Это все меняет. С черной крышей, с черными зеркалами. То есть она у меня там все очень стильно. Если с нее снять пленку, и она будет красной, то мне кажется, это будет более классический. И не будет даже выглядеть, как будто бы она старая. Не знаю, мне так кажется. Так, милая моя, ты хотела себе раритетную машину. Как тебе вот этот вот корвет, смотри. Это корвет у нас еще старее, по-моему. Офигеть, это С2. 1964 год, ребята. Это корвет старше, чем корвет Вадима. А ты бы смогла ездить на коробке передач? Механической. Да, я училась на механике. Да? И помнишь реально, как бы? А ты знаешь, откуда эта машина? Нет. Из форсажа? Да. Типа, Доминик Торетто, для которого семья это все, он ездил на такой машине, она пожалуй... 13 миллионов. Она стоит столько же, сколько Ламбо стоит. Я охренела. Ой, Феррари, да. Ну, честно, я бы вместо Феррари вот эту лучше бы взяла. Это стилевья, да? Да. Ребята, я для вас приготовила такой замес, вот вы его ждали, вот 100%. Короче, в этом видео я покажу и предложу Алик карету Димы. Вот ту самую карету Версачи, которую он привез из Питера. Поэтому досматривайте до конца, если вы хотите увидеть реакцию Аллы, когда она увидит эту карету. И скажу ей, что, блин, эта тачка специально сделана от дома Версачи. Погнали. Ну что, мы приехали смотреть следующую машину, Али, и приехали в Мостер Клаб. Ты вообще догадываешься, что это за тачка? Ламбо? Нет, это кое-что более, скажем так, английское. На какую букву? М. Мазда. Макларен. Да, это он. Ты готова? Тут гиперзамороченная система безопасности, чтобы пройти в каждую дверь, нужно мыть карту, либо отпечаток там. Вика вообще, да, отпечаток пальцев? Да, да, да. Вик, просто. Вау, какая красавица. Вот это да, вот это стиль. Блин, здесь, кстати, красиво очень. Достаешь? Подвинь сиденье там у тебя. Вот это звук. Ребята, как сиденье подвинуть? А как сиденье подвинуть? Мне очень нравится. Нравится? Да, и тут еще алькантара такая приятная. Ну, я знаю, что Маклара хорошая тачка, она очень быстрая. Единственный ее минус, наверное, она не совсем комфортная, такая жестковатая. Но при этом, я думаю, что не бывает спортивно с машин, но прям супер-мега комфортно. Она создана для гонок, а не для комфорта. Мы определили, что этот Макларен выглядит, как вафельный рожок с мороженым. У него зад мега крутой. Мы даже не можем определить, у кого лучше, у Аллы или у Макларена. Или у Ангелины. Тачка была европейкой, и она приехала к нам из Европы, а значит, что она в хорошем состоянии. Это тоже большой-большой плюс. Ну что, она тебе нравится? Да, она офигенная. И для меня, кстати, ее состояние это самое важное. Я люблю прям, чтобы сесть в новый салон. Чистенько, как будто только вот под себя сделано новенько. Покатаешься? Да. Let's go. Вот они, наверное, поезжали в порядку, да? Ну вот, я на ней проехался в Москве ровно два или три раза. Прям совсем молодо. Да, ну... Капец, это очень крутая машина, эмоции просто нереальные. Она классно едет, и на самом деле не такая, что она и жесткая. Как я думала. Впрочем, мне она прямо зашла. Ты заметила, что у нее вот здесь вот эта фара, вот эта вот маленькая штука, вот эта фара. Вот ее толщина фары. А все остальное это воздухозаборник, который идет и охлаждает вот это колесо и его тормоза. То есть это очень классное. Я, кстати, не замечала. А, мне очень интересно, какой по размерам багажник. Больше? Больше, чем в Курике. Фига себе тут багажник. У меня, кстати, багажник вместительный. Большой, реально, багажник очень. Ну, а машина гипертехнологичная. Пока вы ездили, мы посмотрели, на каком она месте в Нюрнбург-Ринге. Но, короче, четвертое место занимает Авинтадор SVJ. Он 6,44. Эта тачка едет в Нюрнбург-Ринг 7,08. Ты помнишь, что у нас еще одна машина? Да, я помню. Но пока что это фаворит из всех, которые я видела. Ваша машина фаворит. Ну, гелик это такая на каждый день, а вот это, чтобы чисто понтоваться по Патрикам. То есть главная как бы идея понтоваться по Патрикам. Все. Окей, спасибо, что показали. Мы сейчас посмотрим еще и вернемся к решению. Мы приехали в знакомое вам место. Это Понт Аренда. И сейчас мы будем смотреть эту машину, которая приотачена к дому мод. Как ты думаешь, что это за бренд такой? Ты уже говорила, я вообще не знаю. Типа, мне даже не нравится. Это Гуччи, есть Баленсиаго. Какие еще бренды есть? Луи Виттон. А на букву В. Валентина. Еще. Версачи. Это тачка от Версачи. Что? На ней ездила сама Донателла Версачи. Ты угораешь? И, короче, она заказывала ее под себя. Ты серьезно сейчас? Серьезно, да. Пойдем ее смотреть сейчас. Пойдем. Так, ты можешь помедленьше идти? Да, тут вообще просто прямая дорога. Сейчас еще 50 метров до нее. Так, мы почти пришли. На счет 3 открывай глаза. Стой. Раз, два, три. Смотри направо. Есть. Ну что, как? На ней ездила Донателла Версачи. Ну смотри, Донателла. Узнаешь знак? Офигеть. Это прям тачка из Италии, пригнана специально. Там у нее, короче, сервис стоял. Видишь, бар. Потом там еще колонки. Короче, машина. И сейчас еще ее надо завезти. Просто вот охраняется. А с какого она года? Ой, я не знаю. Но она ездила в 12-м году на ней. Поэтому ее смогли привезти, потому что она сейчас на ней уже не ездит. И ее привезли сюда как раритет такой. Музейный экспонат. Ну реально музейный. Так она продается? Она продается. Вот мне не удалось для тебя ее достать. А вот, по-моему, владелец приехал. Его. Вы как владелец, можете нам сказать там реально? То есть я читала в объявлении, что машина была привезена из Питера, растаможена из Далии. Да. И на ней раньше ездила Донателло Версачо. Так и было, да. Мы ее привезли через море в Питере, растаможили и ее привезли в Москву. То есть она даже на пароме была, представляешь? А можно мы ее открыть? А это получается внутри все оригинальное Версачо, да? Да. Хорошо. Мы сейчас заходим в тачку Донателло Версачо. Точнее, на которой ездила сама Версачо. Походу, Ангелин меня на... Ребят, эта тачка просто какого-то хочу. Очередно. Ааа, почему так смешно? Ребят, это было... Но, знаете, мне тут нравится. Удобное кресло. Это просто тачка какого-то хача. Амиран, блин, свою машину забери. Ты, то есть, хотела, чтобы я эту машину купила, да? Мне кажется, это очень хороший вариант. Там, на сезон. Круче, чем кабриолет. Но Макларен как бы просто тает по сравнению с этой машиной. Ну все, давайте мы ее покупаем. Тут даже фотки можно сделать в Инстаграм. Прям вот отсюда, понимаешь? Просто ложиться и делать здесь фотографии. И вот так вот ты ложишься такая. Опа. И все, у тебя полноценный фотосъемочный объект. Давай посмотрим Мустанг. Может тебе американцы... Давай. Попробуй сейчас закрыть так дверь, чтобы она закрылась. Да, сильно хлопает. Сразу видно, у человека гелик. Это Мустанг с открытым верхом, то есть кабриолет. У него отъезжает крыша. И мне кажется, он классно выглядит. Да, Мустанг прикольный. Я, кстати, каталась на Мустанге где-то на сером. Что, откроешь нам ее? Прямо, она бесключена, да? Ой, шикарно. Так, садись. Алла в каждую машинку, видите, выглядит такой маленькой. Вот тут, если честно, видно, что она старая. А, то есть Калифорния не выглядела как старая? Ну, в Калифорнии хотя бы пахло хлеб, а здесь не знаю. Да, нажимаешь на торм. А сколько он? Тормоза какие-то дохлые. Ой, тормоза город. Лизки снимаются, ваше дело. Дохлые, как это, моторы или что? Когда заводишь, она прям так. Все, я только Макларену подавай. Ну, ребят, напишите, забралась Алла или нет. Фига. Это считается тачкой всех студентов американских. То есть она прям чтится очень сильно и все очень любит. Представь, что ты такой студент без бабок и покупаешь себе такую тачку. Это же очень круто. Это вообще круто, мне кажется. Ну что, какая тебе из машин больше всего понравилась? Честно, мне, наверное, больше всего зашла, это Макларен, все-таки, зашел. Ну, Мак, он выгодит, наверное, с ней всех. Ну, блин, он вообще просто, он, знаешь, вот ты в него садишься и ты понимаешь, что ты уже все в этой жизни добился, тебе не надо никому ничего доказывать. Ты уже все-все доказал, ты просто на ней едешь, не знаю, там, сколько... Есть такое ощущение, да. Ну, то есть, вот понимаешь, то есть тачка такая прям хорошего уровня. Она хорошего вкуса. Мы так от души посмеялись, когда ты поняла, что это розыгрыш. Это было реально смешно, ребят. Я, знаешь, ты поняла, по какому выражению лица Ангелина, что это был такой развод. Короче, когда она такая снимает, я говорю, блин, и что это была реально тачка Донателла Версачи? Она такая... Ну что, ребят, если вы согласны с Аллой, ставьте плюсы или там в комментариях пишите, понравилась вам эта машина или нет. Получается, мы покупаем Маклару. Получается, да. Ищите Аллу на дорогах Маклару, она уже не на розовом гелике, а на белом Маклару. А на розовом Маклару. Розовом Маклару. Кстати, я бы сделала розовым Маклару. Офигеть. Черно-розовый. Все, пока-пока. Всем пока. Все, бьем в камеру. Ставьте сердечки и лайки. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok